девочки всем привет добро пожаловать в последнюю часть о тенюшках однушках здесь у меня остались практически все довольно интересные оттенки они мне безумно нравится давайте начнем хотела попробовать когда-то я тенюшки от хаунд м одно время их расхваливали на самом деле они хорошие нормальные вот они какие я купила себе вот такую вот дужку и на этом остановилась потому что поняла ну да тени хорошие но только если по распродаже брать и то же самое можно найти и у эссен свой катрис и на тот момент я решила нет что я покупать больше не буду вот еще один оттенок freedom который как как катрис который у меня есть это был подарочек был подарочек посмотрите кстати от револю у revolution мне кажется они красивее всего получаются такого типа тенюшки но уже достаточно вы знаете в коллекции достаточно иметь одного такого оттенка и все остальное уже не такое удивительно также от freedom вот такой вот оттенок шикарный очень красивый оттенок сейчас я вам покажу перенесу он дуохромный он как будто зеленоватый и уходит немного в золотист золотистый оттенок я просто одно время от него тащилась посмотрите и зеленый и вроде как желтые вы видите да тоже оттенок русалки я считаю так и парочка здесь у меня есть зеленых оттенков показать ну такой зеленый уходящий фисташковый наверное вот пять штучек я конечно никогда не могла пройти мимо таких оттенков которые уходят в зеленцу вот это фисташку уходит вы видите такой зеленый матовый оттенок шикарное качество катриса давным-давно снято с производства даже он знаете фисташку зеленый между зеленым и голубым очень интересный оттенок так затем девочки знаю мою любовь зеленым оттенком подарили мне от бьютикер из израиля вот такие вот запеченные зеленые тенюшки посмотрите посмотрите на эту прелесть качество конечно восторг также если помните по моему они до сих пор если их сняли с производства 08 гринч от essence очень классный блин девочки ломается упаковка очень классный оттенок насыщенный красиво подчеркивает оттенок посмотрите какой вот этот уходит израильский оттенок уходит даже наверное в мятный рядом с вот этим сразу он не такой прям зеленый так и вот этот я от него была немного разочарована потому что сейчас вам покажу это под свай запеченные тенюшки но такой красивый дизайн вы видите да это не я кисточкой сделал ямки это реально изначально так было задумано он уходит просто так это моя салфетка он уходит в он на черной подложке и поэтому вот блески шикарные а подложка какая-то получается грязноватая и на самом деле нужно сначала носить опять же серый оттенок или черный потом только вот этот сам по себе его нельзя наносить иначе будет казаться как будто недоделанный макияж я была вот немного разочарована также вот такой от кику оттенок по моему а нет вот этот нормально у меня а другом не словом тоже посмотрите начал разлагаться пластик опять выделяет какую-то неприятную липкость посмотрите на этот зеленый еще и с блестками но мне кажется лучше всего сейчас девочки я посмотрю вытру вот этот вот свотч и нанесу влажным способом мне кажется что это те тенюхи которые влажным способом лучше всего переносить да вы видите да они совсем же по-другому переносится намного шикарнее влажным способом придется придется убирать тенюхи из этих упаковок вот это наверное будет проект на следующий год посмотреть какие упаковки не выдерживают и переносить немножко и вот из этой же серии в голубом оттенке к сожалению по моему не в дороге они сломались сами тени вы видите я отсюда брала я отсюда брала тенюшки тоже для смешивания палетку софикс смотрите красота но опять же влажным способом будет по-другому наноситься получше так девочки давайте пройдемся тогда опять же по голубым и по сиреневым тенюшкам потому что у меня их тут немало вот мои фиолетовые оттенки я обожаю также мне очень нравится палетка революшн из серии релот девочки как называется фиолетовых оттенках ну короче мне нравится я начала замечать как необыкновенно такие оттенки подчеркиваю зеленые глаза и конечно соответственно тени мне начали нравиться и у essence тоже не знаю есть еще этот оттенок или его сняли оттенок 12 карма смотрите какая прелесть так по-моему здесь были фиолетовые надо все вместе положить так дальше голубые для этого мне нужно убрать мои сводчи так и девочки чуть-чуть осталось я надеюсь что вам эта часть не супер надоело но я постараюсь распределить все видео чтобы не только были видео тенях но и с помадами там с другими видео немного их по разнообразить и так матовый оттенок от революшн очень очень мне понравился и это даже наверное из всей серии голубых теней которые ближе к тому что я искала из фильмов только она она тенюшка очень пигментированная и нужно очень хорошо тушевать чтобы добиться такого дымного эффекта но в принципе неплохо может быть если смешивать другими более яркими голубыми получится именно то что я искал нужно поэкспериментировать также два оттенка от катрис один оттенок 800 блюз алимай альмайте господи не знаю прочитать но оттенок шикарный сейчас я вам покажу девочке красивый сатиновый оттенок и довольно необычный вы видите да конечно такое должно нравиться я очень хорошо представляю смоки айс по моему на камеру он выглядит скучно каким-то серым на самом деле он он голубовато фиолетовый что ли на серой подложке вот так он выглядит в жизни классные тенюшки следующий оттенок голубо-лавандовый наверное 980 the big blue милота вообще так и оттенок смотрите какой тоже вроде и не лавандовый а в то же время не фиолетовый и не розовый действительно что-то особенное конечно не могла пройти мимо так и синий оттенок тоже более-менее новые тени от эссенс мандей 06 здесь у меня даже ямка девочки есть потому что я очень любила этот оттенок с черной подводкой с карандашом послизистый это просто восторг так и давайте перейдем наверное вы замечаете да я определенные тенюшки прям напоследок оставить давайте покажу вам наверное вот эти тенюшки но здесь ничего такого особенного это евроше красивый оттенок очень красивый очень похож на тот розовый не дотягивает но примерно тот розовый который у меня закончился в палетке катрис абсолют абсолют роз была палетка видите пигментация ну тенюшки хорошие такие средненькие единственное что я считаю что дороговато дороговато для их качества девочки лимони люди говорят лимони но я перевела это переводится как по-моему наши тени хотя написано что произведено в Италии переводится с итальянского как лимон надо было назвать косметику лимон а тогда были очень очень модные контрастные двухцветные макияжи это старшие курсы моего университета в России и я вот так вот красилась я не была единственной может быть вы даже помните на одну часть розовые другие зеленые и вот так вот ходила и серединка важно было чтобы ее не тушевать она должна была быть резкой вот я помню как я носила наверное сейчас если свои старые фотки гляну я подумаю боже мой но тогда я считала это красиво я была очень модная так катрис персиковый оттенок даже персиковый я не знаю неоновый какой-то персик красивый сатиновый тень кстати по-моему они чуть-чуть ближе а нет это я так нанесла невыгодно нанесла свотч так вот этот оттенок тоже опять же искала что-то такое катрис лимитированная коллекция была шикарнейший оттенок на самом деле но не до розовый просто сам по себе шикарный оттенок я просто от него тащилась я ушла вместе с ним по-моему купила даже его по полной цене а может и со скидкой я уже точно не помню вот ну сочи такой скромный получается так освобождаем булку от кика ой девочки тоже какой-то ну использовала пару раз опять же таки блестки на более такой матовой основе жизнь меня ничему не научила и я опять что такое купила мне кажется меня опять же там освещение у них классное в магазине и все что-то не свочешь оно все переливается как алмазы ну короче жертва освещения я тенюшки от дуглас боже я до сих пор не нашла ничего подобного это просто сейчас я возьму отсюда они немного сыпятся я их брала чтобы использовать тоже палетку сов посмотрите на эту красоту я не знаю вам это видно сейчас перенесу итак девочки я перенесла тенюшки от дуглас на руку и вы посмотрите на эту красоту вы видите да ну конечно я тогда покупала их по моему я не помню то ли это было у меня было какое-то событие в жизни мне что-то нужно было особенное и когда я вот ходила я готова была потратить кучу денег и увидела эти тенюхи в дугласе и купила я помню что было что-то особенное но сейчас не помню что конкретно так девочки тенюшки от манхэттен ой я не помню купила их на какой-то распродаже желтые сатиновые тени на самом деле но на тот момент мне показались они какими-то супер особенными что я купила сейчас может быть ну не знаю у меня что-то подобное мне кажется в палетках есть на самом деле девочки снимаю я не вижу что я вам показываю я надеюсь я надеюсь что освещение не слишком яркое не слишком темное что вам видно все так кика эта серия по моему до сих пор у них есть если не ошибаюсь оттенок у меня 200 избитый оттенок цвет шампанского но сейчас я вам сделаю сводч и вы увидите насколько он шикарный смотрите хотя по сравнению с этим меркнет прям вы видите да мощный но вам освечивает много это прям вообще да ну красивый оттенок ладно по сравнению с вот этим с тенюшками дугласа уже как-то средненький смотрится так и слик слик оттенок который скорее всего снят бордовые бордовые тенюшки а таких очень много на самом деле у Катрис и у Революшн прям переели но на тот момент мне казалось вау какой-то особенный оттенок шикарный так и девочки напоследок я оставила самое классное это тень мелдед хром я их обожаю и собираюсь конечно же взять их в новогоднюю косметичку однозначно если я не буду носить их конкретно будет у меня какой-то концепт я не знаю какой точно еще но в год и они не будут входить но я буду носить их сейчас так мелдед хром оттенки 0.4 стилл лук делаем сводж этой красоты посмотрите действительно расплавленная расплавленный металл этих тенюшек уже нету на тот момент вот если вы отхватили то то красота у вас есть если нету то надо где-то искать наверняка все еще есть на каких-то сайтах то есть мне кажется что это все еще возможно так 0.2 ironic я не знаю это удовольствие и тактильное и просто их сводчить и переносить на руку и любоваться на эти сводчи что-то необыкновенное так следующий оттенок это 0.1 think about you что мне нравится в этой текстуре очень часто у revolution есть и у revolution есть и у color pop есть что-то подобное но эта текстура девочки это невероятно тонкая текстура они красиво смотрятся и на всем подвижном веке и в уголке глаза так melted chrome оттенок 0.5 litmi там был еще бронзовый оттенок но я попробовала его он по качеству отличался не стал его брать хотя я очень страдала на тот момент потому что я считала что это был один из моих любимых оттенков но качество меня не устроило я не повелась хотя потом я у девочек сводчи видела возможно это была чисто поставка неудачная они смотрелись довольно таки хорошо но мой поезд уже уехал быстро сняли с производства кстати так и вот такой вот 03 platinum nights не то синий не то серый не то еще какой то сейчас перенесу вы увидите недобаклажановый вот попытайтесь понять сами какой это оттенок мне кажется здесь много фиолетовых блесток фиолетовых подложка черная темно-серая и блестки серебристые вот поэтому кажется что это непонятно какой оттенок его надо наславить тогда вот видно все это особенность если не наславить непонятно что так вместо того чтобы дальше выпускать вот такого качества тенюшки они чуть-чуть изменили сейчас вы увидите это уже скажем так сезон сезон 2 и после этого они сняли всю линейку golden crown в оттенке 0.8 оттенек чуть-чуть чуть-чуть отличается это качество и Пере, то есть вы видите они не настолько это уже не такой расплавленный металл как вот эти например четыре оттенка ну вот этот и этот здесь есть блестки но это уже не расплавленный металл это уже какие-то какие-то..... немного тени. А текстура правда та же самая, тонкая. Так, и коричневый оттенок такой, жевато-коричневый. Тоже эта же серия. То есть это уже не расплавленный металл совсем, а чуть-чуть, ну, это если притираться, но видно, что это разные серии. То есть вот как вот эти вот переливаются, да, и как переливаются вот эти. Мне кажется, на свочах видно, что они отличаются. Вы видите, да, насколько яркие вот эти вот четыре и насколько более такие, менее отсвечивающий свет вот эти два. Ну, вот это тоже он как-то сам по себе. Вот, девочки, на этом я заканчиваю. Мы с вами разобрали, не спеша, тени-однушки. Надеюсь, вам было интересно. Вся моя коллекция, и желаю вам хорошего дня. До следующего видео. Всем пока-пока.